Мадонне 30. Уже 5 лет она живет в Ново-Ивановском. Как только в местной облатории появилась новый врач-терапевт Галина Юрьевна Калашникова-Иванова, девушка стала ее постоянной пациенткой. После операции у Мадонны возникли определенные осложнения, поэтому она наблюдается у врача. Галина Юрьевна очень хорошая врач. Она очень внимательная, душевная. То есть ко всем она относится хорошо. И как человек, и как врач отличная. Галина Юрьевна окончила Луганский государственный медицинский университет. Работала в амбулатории в Дебальцеве. Была заведующей инфекционным отделением, терапевтом на приеме и педиатром. Несколько лет назад перебралась в Россию. Сначала в Подмосковный Воскресенск, там работала в местной больнице. А в январе 2020 года пришла на работу во врачебную амбулаторию Немчиновская. Пришла работать в поселок Ново-Ивановское. Замечательный поселочек, очень мне понравился. Замечательная команда, очень встретили хорошо. Мария Михайловна, начальник отдела кадров, со мной мило поговорила. Вот, просто доктор зашел устраиваться на работу и просто начальник ему уделил сразу время. Мне это очень польстило, и я поняла, что тут ценят докторов, и что стоит здесь работать. Сначала была простым врачом-терапевтом. Полгода спустя стала заведующей амбулаторией. Теперь в ее ведении амбулатория Немчиновская, Ромашковская и Заречье, а также два детских отделения в Ново-Ивановском и Заречье. Всего более 13,5 тысяч прикрепленного населения. Однако и прием пациентов Галина Юрьевна не бросает, а также ходит по вызовам, посещает больных на дому. Всего в день бывает до 50-60 пациентов. Она труженик, скажем так. То есть много она здесь перелопатила, скажем так. Сама, как врач-участковый терапевт, она обслуживает большое количество населения. Все к ней идут и с вопросами, и с болезнями, и со всеми делами. И мы ей надоедаем каждый день на телефоне с утра до вечера. Дополнительный стимул для эффективной работы – финансовая поддержка от государства. Галина Юрьевна стала участником программы «Земский доктор» в 2020 году. И недавно получила 1 миллион рублей. В планах – участие в еще одной бонусной программе для медработников – социальная ипотека. Все деньги собирается вложить в жилье, чтобы окончательно обустроиться в Ново-Ивановском и продолжать спокойно работать. Кстати, в местной амбулатории она не единственная, кто получил помощь по программе «Земский доктор». Еще один врач-терапевт Игорь Викторович Григорщук перебрался сюда около трех лет назад из Сыктывкара, где работал в крупной поликлинике. Мы здесь действительно как «Земский доктор». Все друг друга уже, можно сказать, знают. Пациенты приходят уже как к родному. Ну, кто-то. Кто-то, может быть, и нет. С коллегами взаимоотношения, считаю, нормальные. Деловые, где-то дружеские. Так что все хорошо. Сегодня во врачебной амбулатории Немчиновская проводится функциональная диагностика и ЭКГ. Имеется клиническая лаборатория и кабинет физиотерапии. Царит в котором старейший сотрудник медучреждения Капитолина Львовна. Она трудится здесь уже более 40 лет. В амбулатории работают три врача-терапевта. Хирург, окулист, невролог, гинеколог. Есть отделение стоматологии и детское отделение с медсестрой и двумя педиатрами. Один из которых планирует стать участником программы «Земский доктор» в этом году. И сотрудники отмечают, что у них работает настоящая слаженная команда специалистов. В общем, просто вот как родные. К ним обращаешься, они всегда найдут минутку, всегда найдут. Даже вот если они совсем заняты, совсем-совсем, они выделят тебе это. Это очень важно. Вот поэтому, ну, просто вот даже и не по программе придешь работать. Ну, а по программе это такой плюс. Вот, такой бонус. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.